В Северском районе полным ходом идет уборка озимой пшеницы. Глава муниципалитета Андрей Дорошевский посетил поля одного из лидеров агропромышленной отрасли района агрофирмы «Кубань». Около 12 тысяч гектаров сельхозугодий расположены на территории Львовского и Михайловского поселений. Генеральный директор предприятия Игорь Абдулаев вместе с главным агрономом рассказали главе района об урожайности, качестве зерна и перспективах уборочной компании. Но если качество отменное, то урожайность могла быть и выше. Погода подвела. Весна и начало лето были как никогда дождливыми. Тем не менее, всё хорошо. Результат стоил вложенного титанического труда работников сельхозпредприятия. Благодаря этим людям на столах кубанцев оказывается свежий ароматный хлеб. А некоторые из них не только нас кормят, но и защищают. Сейчас на поле находится один из комбайнов, один из агрегатов. Один у нас комбайн стоит без комбайнера, а он на СВО воюет. То есть изъявил желание пойти защищать родину. Но и те, кто сегодня в полях, делают для родины не меньше. Рабочий день механизатора начинается с 8-9 утра и заканчивается почти за полночь, когда сырость и выпавшая влага начинают мешать сбору. Но нынешним комбайнерам молотить пшеницу значительно легче. Условия труда уже совсем другие. Это не старые образцы. Я еще помню, работал когда-то комбайнером, давно, много лет назад. Там Нива-Росельмаш, ужасная микроволновая печь на колесах. Температура внутри доходила до 70 градусов. В принципе, там ужасные были условия. Такой маленький карсон, который дует тебе в лицо только горячий воздух и солома. Сейчас у них комфортные условия. Они в кондиционировании, электронное управление с жадкой. Ему не надо выходить из комбайна, он может комбайн настроить изнутри. Сегодня в агроферме «Кубань» работают на зерноуборочных комбайнах «Торум-750» российского производителя «Росельмаш». Внутри достаточно прохладно и комфортно. Специалисты, управляющие машинами, свою работу знают. Машина подъехала. В машину вмещаются два комбайна. Выгрузились, приехала другая машина. В день убирают в среднем по 200-250 гектаров пшеницы, если все комбайны на линии и нет поломок. Оказывается, самый страшный враг могучей машины – простой камень. Наткнувшись на один из них, комбайн может простоять без дела значительное время, что непременно скажется на результатах работы в целом. Вчера камень поймал в поле, выломал ему шнек, он весь день простоял комбайн из-за того, что просто банально попал камень в жарку. Хотя у меня есть бригада разнорабочих, они постоянно собирают эти камни, но они постоянно как будто появляются. С неба камни, конечно, не падают, но один из установленных фактов – диверсии. Порой местные жители, которым доставляют неудобства, работающая сельхозтехника, подкладывают камни намеренно. Однако чаще всего такие подарки удается вовремя обнаружить. Несмотря ни на что, хлеборобы Северского района успешно выполняют свою тяжелую, но жизненно необходимую, благородную и почетную работу.